МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возникло необходимость в проведении определенной процедуры как сокращение и передача полномочий. 37-я сессия Десногорского городского совета. Работа на сокращенный вариант. Пишите вы всего лишь 40 минут. Единый государственный экзамен для родителей. Удачи и успехов на нелегкой лыжной трассе. Лыжный марафон 100 километров за 24 часа в Десногорске. А сейчас об этих и других событиях подробнее. В древности масленица завершала не только зиму, но и весь год. Участие в обрядах и гуляниях всегда считалось обязательным для всех жителей. Широкая масленица у нас в городе прошла на двух площадках. Рано утром возле храма всех скорбящих радости прихожане отметили праздник по всем христианским канонам. Здесь можно было попробовать с пылу с жару блины с медом и вареньем, а также принять участие в веселых забавах. Оставь внимание! Масленица! Последний день большой масленицы в народе еще называют прощенное воскресенье. В этот день люди по традиции просят прощения у Бога и друг у друга. Православные христиане на литургии прослушали Евангелие, в котором говорится о прощении грехов, о предстоящем посте и других важных традициях. Традиционное масленичное гуляние прошло и на центральной площади нашего города. Как проводили десногорцы зиму – подробно в нашем следующем сюжете. Масленицу горожане встречали по уже давно сложившемуся обычаю – широко, весело, с ароматными блинами, шашлыками и прочими лакомствами. Жители и гости Десногорска собрались на центральной площади, где со сцены звучали песни в исполнении участников творческих коллективов городского центра «Досуга». Для детей были организованы различные игры и конкурсы. Традиционно мужественные и бесстрашные мужчины залезали на высокий столб и снимали с него ценные подарки. В каждом конкурсе были свои забавные моменты, а болельщики аплодировали участникам и подбадривали их громкими кричалками. «Отличное настроение, отличное». «Замечательное настроение, весеннее настроение. Петь хочется, танцевать хочется. И весну быстрее хочется». «Праздничное, конечно, праздничное. Всех с праздником». «Организация хорошая и все хорошее. И погода приятная». «Настроение прекрасное, погода прекрасная. Даже не ожидали. Праздник отличный, погода прекрасная. Все для нас, да. Людей столько собралось. Шашлыков море». «Хорошее настроение. Праздник вообще отличный. Всегда, конечно, такие праздники. Потому что заряжает позитивом, радостью». «Когда видишь такую радость, когда видишь, что действительно весна, и когда рядом такие люди, которым мы обязаны за мир, и рядом те, кто их поддерживает, это большая радость. Радуешься. С праздником всех». По старинному обычаю в завершении праздника сожгли чучело масленицы, которое до этого красиво нарядили. А теперь мы встречаем весну. В Минфине обсуждаются варианты повышения НДФЛ для жителей России. Поступило предложение повысить ставку до 15%. ЦСР предлагает повысить до 17% с предоставлением вычетов на уровень прожиточного минимума. Также было предложено установить плавающую ставку, чтобы регионы сами контролировали размер НДФЛ. Из областного бюджета будут выделять деньги на ремонт дорог каждый год. Это инициатива губернатора области Алексея Островского. Депутаты поддержали решение. Теперь каждый год на ремонт дорог будет выделяться кругленькая сумма – минимум 100 миллионов. В эту сумму будет входить не только ремонт, но и содержание дорог в порядке. 21 февраля в здании администрации Десногорска состоялась 37-я сессия городского совета, в ходе которой депутаты рассмотрели 15 вопросов, важных для жизни города. О том, какие решения принял депутатский корпус в Десногорске, мы расскажем в нашем сюжете. Первым депутаты заслушали временно исполняющего обязанности начальника ОМВД России по городу Десногорску и приняли его отчет за 2016 год к сведению. Среди особенно значимых для жителей решений, принятых депутатами городского совета, это утверждение в первом чтении положения о порядке проведения публичных слушаний и опроса граждан. В положение внесено 8 изменений. 296-м решением депутаты рассмотрели кандидатуры в общественный совет нашего муниципального образования от некоммерческих организаций и утвердили троих. Татьяну Желтышову от Десногорского общества инвалидов, Ирину Захарову от коллектива Центральной библиотеки и Ольгу Романюк, кандидата от профсоюзной организации Смоленской АЭС. 14-м вопросом депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования Вячеслава Седункова в связи с отставкой по собственному желанию. До вступления в должность нового главы обязанности будет исполнять Сергей Тощев. 301-м решением депутаты внесли изменения в положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы и назначили сроки внеочередной сессии. Две смолянки вышли в полуфинал конкурса «Краса Вселенной». Об этом стало известно 24 февраля. 22-летняя Татьяна Фомичева из Вязьмы заняла первое место, а 22-летняя Виктория Михайлова из Смоленска – четвертая. Победителей определяли с помощью СМС-голосования. Теперь девушкам нужно будет записать видеовизитки о себе, своем городе или стране. Продажу красивых номеров могут разрешить уже в этом году. Но закон еще не вступил в силу. Власти планировали заняться рассмотрением этого нововведения весной. В 2011 году был внесен законопроект, в котором говорилось о праве автовладельца выбрать регистрационный знак. Во втором чтении он не был поддержан. Сейчас в ГИБДД госномер автоматически выдается с помощью автоматизированной системы. 21 февраля по всей Смоленщине, в том числе и в Десногорске, проводилась акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» по русскому языку. Как она прошла в нашем городе, расскажем прямо сейчас. Родители обучающихся собрались в первой школе, которая была выбрана местом сдачи ЕГЭ. Организаторы строго соблюдали все правила проведения экзамена. Участники зарегистрировались, сдали личные вещи, в том числе и мобильные телефоны. Интересно и самому посмотреть, что из себя представляет форма экзамена ЕГЭ и дочери потом рассказать. В основном для того, чтобы попробовать написать единый государственный экзамен для взрослых, почувствовать, как его пишут наши дети, побывать в этой атмосфере, ощутить эту атмосферу и, возможно, в дальнейшем прочувствовав все нюансы, каким-то образом и нашим детям помочь, подсказать. Бланки и задания участникам раздали в аудиториях в их присутствии. Работу писали в сокращенном варианте – 40 минут. Экзамен состоял из двух частей. Первая часть – тестовые задания, вторая – сочинение. Цель этой акции – не проверка уровня знаний родителей ни в коем случае, а дать возможность родителям прочувствовать атмосферу итоговой аттестации, погрузиться в технологию проведения и испытать те самые эмоции, которые испытывают дети во время сдачи ЕГЭ. Работы проверили в тот же день, но баллы не выставлялись. В соответствии с критериями проверялась только правильность выполнения всех заданий. А сейчас криминальные новости. В Десногорске задержали подозреваемого в организации наркопритона и хранении наркотических средств. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков по оперативной информации провели расследование и задержание. Хозяин квартиры и двое посетителей притона были доставлены в отдел полиции. В квартире также были изъяты свертки с марихуаной. В отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело и ведется следствие. Молодой мужчина пытался обмануть сотрудников ДПС. Инспектор ГИБДД остановил случайный автомобиль для проверки документов. Предъявленные водительские права вызвали подозрения у полицейского. Он отправил их на экспертизу, а водителя задержал. Эксперты установили, что удостоверение поддельное. Теперь Смоленину грозит арест на срок до полугода. 23 февраля, День защитника Отечества в Смоленской области, сотрудники ГИБДД задержали 10 пьяных водителей. Еще двое автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Также накануне сотрудники ГИБДД пресекли 738 нарушений правил дорожного движения. Во все праздничные дни в регионе дорожной полиции проводились сплошные проверки. Новости спорта. В Смоленске завершился 14-й товарищеский волейбольный турнир среди юношеских команд, посвященный памяти погибших бойцов спецподразделений. Эти соревнования ежегодно проводятся по инициативе силовых структур. На этот раз участие в соревнованиях приняли команды Смоленска и Смоленской области, а также гости из Великого Новгорода, Твери и Могилева. Для российских команд этот турнир стал важной частью подготовки к всероссийской спартакиаде школьников, которая пройдет весной. В результате соревнований победу на турнире одержала команда Смоленска. С 23 по 25 февраля в Десногорске прошел 37-й лыжный туристский марафон «100 километров за 24 часа», посвященный памяти Екатерины и Юрия Ширяевых. Подробности прямо сейчас. Этот марафон в нашем городе проводится ежегодно с 1981 года. В этот раз, несмотря на плохие погодные условия, принять участие прибыли более 50 лыжников из городов Смоленской области и Подмосковья. Возрастные категории имели большой разброс. Подростки до 14 лет и спортсмены солидного возраста старше 56-ти. Самому старшему участнику 70 лет. Это гость из Кордымова Владимир Муковенко. Трасса, которая была подготовлена заранее, к проведению соревнований, растаяла. При такой трассе, сложной, я считаю, что это очень сложная трасса. Я схожу уже давно, эти трассы, этот марафон. Но с такой сложностью я встречаюсь первый раз, потому что трасса раскисла, размокла. Спортсменов плохая трасса и погодные условия нисколько не испугали, а наоборот позволили проверить свои силы. Конечно, было сложно, особенно там, заканчивая второй круг, снег практически на поле сошел. Но, тем не менее, была возможность опять же еще раз проверить себя. Дистанцию четыре круга по 25 километров классическим стилем первыми среди мужчин в категории от 17 до 20 лет прошел десногорец Даниил Коробов. В возрасте от 31 до 35 лет победу одержал Александр Щебетов. А в категории от 41 до 50 победителем стал Владимир Меганов. В этом году сверхмарафонцами стали 10 участников. Среди них дистанцию в 125 километров преодолел десногорский лыжник Вадим Шубарев. Несмотря на погоду и спартанский прием, участники марафона остались довольны. Приехали вот, так сказать, с супругой, она пробежала один круг. В таких сложных погодных условиях, вы смотрите, даже кто бегал пятый круг, четвертый поздно, лыжня все равно была. Ее сделали даже не машиной, а ручками. То есть, я считаю, вообще, конечно, в таких погодных условиях организации шикарные. Все участники соревнований получили свидетельство, а победители и призеры 37-го лыжного марафона были отмечены медалями, грамотами и ценными подарками. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин